Всем привет, друзья! Сегодня у меня готово продолжение видео, посвященное одному из самых массовых отечественных грузовиков. Но перед началом подпишитесь на канал, те, кто еще не подписан. Ну а найти или разместить любую спецтехнику вы можете на сайте Перевозка24. Где найти грузы и заказы для спецтехники? Разместите объявление в приложении Перевозка24. Принимайте входящие звонки от клиентов, а также ищите подходящие заказы и грузы в базе приложения. Ежемесячно в сервис добавляется до 20 тысяч новых заказов на перевозку грузов и аренду спецтехники. Получайте уведомления о новых заказах прямо на мобильный телефон. Пользуйтесь удобным сервисом и находите новых клиентов без посредников. Вернемся к автомобилям с индексом ГАЗ-53Ф, которые оснащались рядными шестицилиндровыми моторами. Их конструкция постоянно претерпевала изменения. Изживались неизбежные детские болезни. Внедрялись улучшенные агрегаты. В частности, только за период с 1963 по 1965 год подверглись изменению фары, задние фонари, спидометр, генератор и колесные диски. Были внесены доработки в коробку передач, газораспределительный механизм и грузовую платформу. Но самым заметным изменением, конечно, стало появление в 1964 году передней панели с новым рисунком облицовки радиатора и нижним расположением фарм. При этом прекрасно видны такие характерные детали грузовиков 53Ф, как задний мост с разъемным картером и единственное круглое зеркало с левой стороны. Производство ГАЗ-53Ф продлилось 5 полных лет, за которые успели собрать 108 365 экземпляров. В июне 1964 года с конвейера стали сходить товарные экземпляры грузовиков ГАЗ-53 с моторами В-8 и гипоидными задними мостами. Эти машины вобрали почти весь комплекс нововведений, о которых говорилось ранее про опытные образцы ГАЗ-53 1962 года. Разве что передний мост и рулевой механизм пока еще остались старыми. По этой причине грузоподъемность ГАЗ-53 оставили равной 3 тоннам, как у модели 53Ф. Появились и другие новшества. Более жесткие рессоры, модернизированный гидровакуумный усилитель тормозов, тепловые экранчики перед тормозными цилиндрами, которые уменьшили риск закипания тормозной жидкости при сильном нагреве колодок. Особо стоит отметить внедрение стеклоомывателя и новые зеркала заднего вида, унифицированные с ГАЗ-66. Сборка чистых автомобилей ГАЗ-53 без дополнительных буквенных индексов продлилась ровно один год, а потому их общий тираж остался, но очень скромным. Всего 3426 штук. Неудивительно, что фотографий этих машин не найти днем с огнем. В июне 1965 с конвейера Горьковского автозавода наконец начал сходить долгожданный автомобиль грузоподъемностью 4 тонны, в конструкцию которого были внесены последние недостающие элементы модернизации из техпроекта 1962 года. Его ключевые отличия совершенно новая более прочная передняя ось, балка которой увеличилась в поперечном сечении и стала на 6 см длиннее. Усиленный рулевой механизм, в котором вместо двухгребенного стал использоваться трехгребенный ролик, а также более жесткие телескопические амортизаторы увеличенной размерности. Так как же отличить ГАЗ-53 от ГАЗ-53А? В некоторых ракурсах можно заметить, что у моделей 53 чуть глубже утопленные в арке передние колеса, но надежнее все-таки посмотреть на форму балки передней оси. Разница видна невооруженным глазом. До конца 1965 года новых грузовиков ГАЗ-53А построили совсем немного, лишь 3437 штук. Да и по итогам 1966 их тираж был вдвойне скромнее, чем у временной модели ГАЗ-53Ф. Но дальше их выпуск начал стремительно расти и к концу пятилетки уже достиг 70 тысяч штук в год. Ну а пик производства автомобилей ГАЗ-53А и их модификации пришелся на 1982 год. Тогда сделали 158 тысяч штук. Всего мне удалось насчитать 7 опытных образцов грузовиков ГАЗ-53С, построенных с 1962 по 1965 год. Плюс в 1962 году был сделан еще и один северный ГАЗ-52С. О нем тут тоже уместно упомянуть. Отличия северных грузовиков от базовых моделей крылись главным образом в дополнительной термоизоляции кабины, усиленной системе отопления, использовании морозостойких РТИ и технических жидкостей. Причем у более поздних образцов отличий становилось больше. На них появились автономные отопители, усиленные генераторы и так далее. Обратите внимание, что этот образец не был окрашен в какой-либо сигнальный цвет, зато он сразу же получил облицовку-улыбку нового образца. А следом за ним едет ГАЗ-52С с облицовкой старого типа, но яркой окраской. А здесь уже показан ГАЗ-53С самого позднего образца 1965 года постройки, уже в сигнальном цвете, с противотуманными фарами на бампере. Образцы из этой опытной серии испытывали до 1967 года. За все годы производства грузовики семейства ГАЗ-53А поставлялись на экспорт в 36 стран, однако крупнейшими их потребителями стали всего 5 государств – Болгария, Монголия, Польша, Египет и Куба. Они суммарно поглотили примерно 90% из почти 70 тысяч отправленных за рубеж машин. Опытные образцы 1965 года для поставки страны с умеренным климатом несли еще индекс ГАЗ-53АМ по старой системе обозначений. Далее их переименовали в ГАЗ-53-70. Грузовики для стран с тропическим климатом стали называться ГАЗ-53-50 с левым рулем, ГАЗ-53-54 с правым рулем и ГАЗ-53-56 с левым рулем и дизелем Перкинс. Интересно, что автомобили ГАЗ-53-70 для болгарского рынка поставлялись в виде машинокомплектов, сборкой которых дальше занимался завод Мадара из города Шумен. А еще в конце 60-х существовала отдельная версия грузовиков для экспорта в страны Европы – ГАЗ-53-80. В расчете на эксплуатацию в более мягких дорожных и климатических условиях и грузоподъемность на заводе сочли возможным поднять до 5 тонн. Машина получилась удачной, и поэтому ее охотно покупали за границей. Внешне машины, предназначенные для продажи за границей, никак не отличались от своих собратьев, обреченных ездить по дорогам СССР, а позже России. Разве что цвет у экспортных автомобилей чаще был оранжевый. Однако дилеры могли потребовать любой другой. А, например, финны еще и цепляли свою эмблему на радиаторную решетку. Иное дело внутренности грузовика. На обычном газоне стоял движок ЗМЗ-53, либо ЗМЗ-53-11. Первый развивал 115, второй 120 л.с. Однако на рекламных проспектах за границей указывалось, машина имеет мощность в 130 л.с. Скорее всего, мотор форсировали, приспособив под высокооктановый бензин, а не под 76-й, который лили в СССР. А на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь в соцсетях с друзьями. Всем пока!